Здравствуйте, друзья! Сегодня первое видео о прилагательных. Оно предназначено для начинающих, для сдающих N5 плюс-минус. Мы разберем основные формы и функции прилагательных в японском. Итак, у нас две основные группы. Это и прилагательные, и на прилагательные, которые заканчиваются на и и которые заканчиваются на-на. Мы разберем их в вежливом и фамильярном стиле, в настоящее, будущем и в прошедшем времени, а также в позиции определения и в позиции сказуемого. Позиция определения. Вспомним, что такое определение. Это второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и отвечает на вопрос, какой или чей. Чей нам не потребуется, потому что в японском чей мы делаем через но. Значит, определения прилагательные будут отвечать только на вопрос, какой или никакой, или был какой, или был никакой. Сказуемое. Это главный член предложения, который обозначает действие или состояние предмета, выраженного подлежащим. По-русски темная комната и комната темная. Ну, почти одно и то же. Можно сказать, поменять интонацию, сказать темная комната, и это уже будет целое предложение с подлежащим исказуемым. То есть, получится, комната является темной. В японском немножко не так, и будет разница в позиции определения и в позиции сказуемого. Это мы тоже разберем. Итак, сначала и прилагательные. Очень удобно. Они, как и в русском, заканчиваются на и, который звучит как и часто, о, ки, чей, сай. Да? Поэтому, как в русском языке, очень удобно. Возьмем словосочетание курай, хея, темная комната. Чтобы сделать не темная комната, мы меняем и на кунай. И так будет со всеми и прилагательными. То есть, кураку, най, хея. Что мы сделали? Мы на самом деле поставили в позицию наличие. Кураку, это как? Темно. И добавили отрицательную частичку най, не темная. Если мы хотим сказать, что комната была темная, да? Комната, которая была темной. Кура, катта, хея. Мы заменили и на катта. Прошедшее время. И если прошедшее отрицательно, то кура, куна, катта. Комната, которая была не темной. А фактически, что мы сделали? Мы не к кура прибавили куна, катта. Мы взяли кура кунай и к и прибавили вот эту самую катта. Кура куна, катта. То есть, это у нас утверждение в настоящем времени, отрицание в настоящем времени, утверждение в прошедшем и отрицание в прошедшем. Давайте возьмем для тренировки какой-нибудь еще прилагательное. Например, оки. Большая комната. Оки, хея. Небольшая комната. Меняем и на кунай. Оки, кунай, хея. Комната, которая была большой. Оки, катта, хея. И комната, которая была небольшой. Оки, куна, катта, хея. Так мы можем делать с абсолютно любым и прилагательным. Чаще всего в определении, по крайней мере в начале обучения, мы используем вот эти две формы, да, утвердительной. Темная комната и нетемная комната. Там веселая вечеринка и невеселая вечеринка и так далее. А единственным исключением здесь будет прилагательное и. И. Хороший. Вместо и кунай, и катты и так далее будет разбираться прилагательное йой. Это его изначальная форма. Он немного видоизменился, но во всех своих отрицательных и прошедших и прочих формах он возвращается к своей старой форме, к йой. Поэтому у нас йой хороший, йокунай нехороший, йокатта был хорошо и йокунакатта был нехорошо. С позиции сказуемого. Значит, комната наша многострадальная. Хэйя-ва. Курай-дэс. Это, я думаю, вы знаете о том, как мы строим предложение с подлежащим и сказуемым, но пока без глагола. То есть здесь у нас признак предмета, выраженного подлежащим. Хэйя-ва. Курай-дэс. Если мы уберем то, что в красных скобочках, получится фамильярка. Дэс. Это на вы. Без дэс. Дэс. Это на ты. Прилагательные. В каких частичках не нуждаются на ты. То есть будет просто хэя-курай или хэя-ва-курай. Хэя-ва-курай-не, хэя-ва-курай-о и так далее. Но дэс не будет. На ты. На вы. Дэс остается хэя-ва-курай-дэс. Если хотим вопросительное предложение. Хэя-ва-курай-дэс-ка. Просто после каждого, что здесь у нас есть, можем поставить ка, и будет вопрос. Они темные или комнаты и так далее. Просто частичка ка. А с вопросом все просто. Курай-дэс. Комната не темная. Хэя-ва-кураку-най-дэс. Что изменилось? У нас просто дэс-ы появились, а комната ушла в начало. Хэя-ва-куракатта-дэс. Комната была темная. Хэя-ва-кураку-накатта-дэс. Видите, вот это кураку-накатта. На вы к ней прибавляется дэс в позиции сказуемого. И есть еще два варианта, которые фамильярки не существуют. Хэя-ва-кураку-аримасен. Как этот... Дэва-аримасен, да? Только мы ставим наречие. Кураку-темно. И аримасен. Хэя-ва-кураку-аримасен. И то же самое можем сделать в прошедшем. Хэя-ва-кураку-аримасен-дэс-та. Давай, давайте возьмем слово, например, чи-сай, маленький. Чи-сай-дэс. В остальных формах. Чи-саку-най-дэс, немаленький. Или чи-саку-аримасен, тоже немаленький. Был маленький. Чи-сакат-тэ-дэс. Был немаленький. Чи-саку-на-кат-тэ-дэс. Или чи-саку-аримасен-дэс-та. Под видео в группе большие-большие материалы со всеми формами, не только с этими, вообще со всеми возможными формами и с примерами. Так что, на самом деле, во втором видео я как раз вот это и буду разбирать. Можно посмотреть. Либо можно просто распечатать эти формы и почитать с примерами. А мы переходим к на прилагательном. В позиции определения, в утверждении у них остается на нигияка, на оживленный. Оживленный город, веселая оживленная вечеринка. Или различные люблю-нелюблю, любимый-нелюбимый, да? Ски-на-любимый, кирай-на-нелюбимый, ю-мей-на-известный. На прилагательное. Значит, в позиции определения, когда они просто признак предмета, веселая вечеринка, там, любимая еда, они остаются с этой буковкой на. В отрицании буковка на исчезает, даже в позиции определения исчезает. Нигияка джанай-пати. У нас была нигияка на пати, а теперь тухлая вечеринка. Нигияка джанай-пати. Джанай или деванай. Деванай и джанай одно и то же, джанай более разговорно. Если вечеринка, которая была оживлённой в прошедшее время, нигияка джанай-пати. И, которая не была, опять прошедшее отрицание, нигияка джанай-пати. То есть, это у нас утверждение, отрицание, утверждение в прошедшем и в прошедшем отрицание. И теперь самое сложное, это сказуемое с наприлагательными. У них отваливается эта многострадальная дэс. То есть, вы никогда не увидите наприлагательное, чтобы было, например, нигияка на дэс. Это сразу ошибка. Используйте в нурёку это знание, пожалуйста. Но, в отличие от и прилагательных, мы не можем сказать вечеринка весёлая и оставить нигияка точка. Даже в фамильярке не можем. Отрицаем. Значит, на «в» будет нигияка дэс, па-ти-ва нигияка дэс. А на «ты» будет па-ти-ва нигияка дэс. Обязательно будет «да». Отрицаем. Па-ти-ва нигияка дэва римасэн. Вечеринка не является оживлённой. Если на «ты», па-ти-ва нигияка джанай. Видите, джанай, как здесь. И это будет фамильярный вариант. «Эвки» — это фамильярка. Прошедшее время. Позиция сказуемого. Па-ти-ва нигияка дэс-та. То есть обычная наша дэс, которая в прошедшем времени дэс-та. Я был студентом. Вечеринки были весёлые. Па-ти-ва нигияка дэс-та. То есть как существительное работает. На «ты» будет «да-та». Па-ти-ва нигияка дэс-та в прошедшем времени. И отрицание. Нигияка дэва римасэн дэс-та. Либо нигияка джанакат-та. Ну или можно тоже сделать вежливый вариант джанакат-та дэс. Плюхнуть туда. Вот. Давайте ещё немножко потренируемся с этими прилагателями. С ними частенько вызывают проблемы. Они частенько вызывают проблемы. А у нас они, соответственно, возникают. Например. Люблю по-японски. Мы выражаем прилагательным. Именно что на прилагательном. Скина любимый. Скина пати. Любимая вечеринка. А нелюбимая вечеринка скиджанай пати. Да? Ну это менее актуально. Давайте сразу в позицию сказуемого, где чаще это используется. Я люблю что-то. Ватай сива. Патига. Скидэс. А если не люблю, ватай сива патига скидэваримасэн. Раньше любил скидэщта. Раньше не любил скидэваримасэн дэщта. И есть ещё один момент. Момент заключается в том, что среди на прилагательных есть много предательских прилагательных, которые выглядят как вроде бы и прилагательные. Например. Кирайна. Нелюбимый. Не люблю, например, лимоны. Ватай сива рэмонга кирай дэс. В позиции сказуемого на отвалилась и вроде кирай дэс. Вроде оно как и прилагательное. И если не знать, что оно на, то начинаются. Кирай куна и этого не бывает. Кирайна. Нелюбимый. Кирайна. Соответственно. Кирай джанай. Кирай джанакатта. Кирай дэс. Всё по-на прилагательному. Или слово кирейна. Красивый. Кирейна. В позиции сказуемого на тоже отвалится и получится, например, а ну он на ла кирей дэс. Та женщина красивая. И опять тоже начинают строить кирей куна. Не-не-не-не-не. Кирейна. Красивый. Соответственно, кирей дэс, кирей дэва римасэн и так далее. Почему получилось так с кирей? Вот как он выглядит. Смотрите, какой зайчик. Кирейна. То есть рей – это просто чтение этого иероглифа. И к окончанию и, как в этих случаях, оно не имеет никакого отношения. Кирейна. И то же самое с на прилагательном, который вы, наверное, тоже знаете. Юмейна. Известный, знаменитый. Ю-мей – это иероглиф имя. Мэй. Просто оно, он считается как мэй. И поэтому и в конце. Но это части иероглифа. Части иероглифа неизменяема, как вы знаете. Юмейна. Юмейна – хон. Известная книга, да? А если в позиции сказуемого, хон – ва юмей дэс. Из простого – это всё. Я надеюсь, что вы всё поняли. Но во второй части видео, во втором видео, для более чуть продвинутых пользователей, я вот эту всю схему разберу целиком со всеми примерами. Но вы можете, чтобы не смотреть видео, просто её скачать и использовать самостоятельно. Либо посмотреть те кусочки, которые вам понадобятся. Здесь будет про и прилагательные, про на прилагательные. И ещё про форму тай. Например, табе тай – хочу поесть. Это тоже прилагательные, как бы. Я желающие поесть. Табе тай, нуми тай – это тоже прилагательные. И у них тоже есть формы, причём такие же, как здесь. До встречи во второй части. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok